здравствуйте друзья перед вами очередной планировочный но на этот раз слава богу хотя бы нет дизайнера от застройщика то есть заказчик не отдал за весь вот этот вот шлак лишние пол миллиона рублей но тем не менее стены от застройщика не бесплатная заказчик при покупке квартиры все равно оплачивает абсолютно все что находится в ее пределах и вот эти вот стены тоже и действительно всерьез обсуждать вот этот вот бред не вижу смысла вместо этого в начале я лучше покажу вам техническое задание заказчика то есть что конкретно ему нужно на этой площади разместить а заказчику в первую очередь нужен большой просторный холл также ему нужна отдельная спальня с двухспальной кроватью прикроватными тумбочками телевизионная зона с комодом а главное к этой спальне должна прилегать отдельная персональная гардеробная заказчиков также заказчикам нужен санузел с ванной это обязательно причем в этой ванной должна быть двойная раковина потому что в семье много детей эти дети не должны создавать пробок по утрам когда собираются в школу или в институт но и также в этом же санузле обязательно должен быть унитаз и от себя я добавил что с гигиеническим душем кроме этого заказчику нужен второй санузел с душевой обязательно со вторым унитазом а также в этом же санузле должна располагаться домашняя прачечная то есть большая стиральная машинка а также сушильная машинка кроме этого заказчикам нужно детская для двух мальчиков до в этой детской допускается двухъярусная кровать но помимо этой кровати нужно два отдельных учебно-рабочих места одно из которых большое а другое малое также в этой детской должен быть большой платяной шкаф то есть шкаф для одежды а кроме этого стеллаж для книг и учебников дальше кроме этого заказчику нужна еще вторая детская для девочки у которой обязательно будет большой шкаф для одежды а также кровать и стеллаж для книг и учебников ну и кроме этого девочки также естественно нужно отдельное учебно-рабочее место и вот на этом этапе многим может показаться что Все это уже не вмещается, а заказчику помимо этого нужна еще и кухня-гостиная, не просто кухня, кухня-гостиная, в которой обязательно будет удобный диван, обеденный стол на 6-8 человек, а также отдельная, хоть и небольшая барная зона. Кроме этого, в этой же гостиной обязательно должен быть большой телевизор и зона для хранения семейной библиотеки, то есть небольшой участок для хранения книг. Кроме этого, отдельно заказчик просил разместить ему духовку и микроволновку в колонне, то есть на удобной высоте, а не где-нибудь внизу, например, духовка не может располагаться под варочной панелью, ну а микроволновка, соответственно, ни в коем случае не может стоять на столешнице. Ну а теперь, после того, как я это рассказал, еще раз посмотрите на эту квартиру, чтобы помешать всему этому, здесь есть вот такие вот выступающие столбы, также здесь есть вот такой вот коридор, а прихожая холл, который я называю 157 уголья. При этом, вот этот вот участок просто забирает площадь вот у этой комнаты и делает ее безобразно маленькой, а никак по-другому у застройщика не получилось, потому что ему нужно обеспечить вход вот в эти вот две комнаты. Дальше, самое главное, это вот этот вот пи***ц, вот это, то что вы видите, это кухня-гостиная, и если вот это по размерам хотя бы более-менее кухня, то вот это вот такая гостиная, в которую вот здесь вот можно поставить диван, вот сюда повесить телевизор, а затем очень аккуратно вставать с дивана, потому что коленками можно разбить экран, и я не прикалываюсь. Плюс, отдельный шедевр, застройщик позиционирует эту квартиру как квартиру с тремя б***ь санузлами, то есть вот на эту вот трехкомнатную квартиру, в которой и так половину не помещается, он решил сделать три санузла, зашибись. Ну и единственное, чем я могу оправдать вот эту вот фигуру, это тем, что застройщики теперь стали делать как дизайнеры, и в каждой своей планировке прячут какой-то скрытый, неизвестный нам доселе символ. И на этом объекте я его тоже нашел, это вот такой вот ебучий динозаврик, других причин делать вот такое вот помещение я не нашел. И вот сейчас на этом моменте очень многие могут сказать, Алексей, так не бывает, таких идиотов застройщиков просто не может быть, ну никто не будет вот так вот столько мест отдавать на вот такую херню, никто не будет делать вот такой вот закуток, в который вообще невозможно что-то поставить. Но не бывает так, ты нас просто разыгрываешь, придумываешь эти планировки, чтобы сделать для нас крутое и интересное шоу с разбором застройщика. И я бы с удовольствием сказал вам, что это действительно так, я бы с удовольствием вас обрадовал, что среди застройщиков не бывает таких конченных, но у меня, к сожалению, есть фотографии этого объекта. Вот она входная дверь этой квартиры, вот он ноутбук моего замерщика, вот его столик, вот вам фотография той же входной двери со стороны этого ноутбука, а вот он тот самый коридор и прихожий холл, который представляет собой то самое 157 уголе. Вот она торчащая и несущая конструкция, вот он тот же коридор с другого ракурса, до этого мы смотрели буквально с этой точки, вот сюда, на ту точку, в которой сейчас находимся. Вот он этот коридор с третьего ракурса и он действительно вот такой вот 157 угольный, я не шучу, но самое главное не вот в этом коридоре, нет, самое главное вот здесь, вот она эта гостиная, вот отсюда она начинается и примерно вот здесь она, блять, заканчивается. И это не шутка, не прикол, это настоящие фотографии, я не умею так фотошопить, чтобы сделать вот такой вот пиздец. И по-другому это не назовешь, поэтому я столько и матерюсь, и поэтому, естественно, все это нахрен сносим и начинаем делать с нуля. Но есть во всем этом трындице и светлое пятно, небольшой такой лучик надежды на лучшее, на этом объекте заказчик за все свои страдания получит лично от меня в подарок Земс Дизайн. И для тех, кто не в курсе, Земс Дизайн это готовый дизайн, в котором, ну, примерно вот так выглядит небольшая кухня, достаточно презентабельно, как по мне. Дальше, примерно вот таким образом в Земс Дизайне выглядит кухня-гостиная, и я думаю, любой из вас подтвердит, что это очень даже по-дизайнерски. Дальше, примерно вот так в Земс Дизайне выглядит спальня, вот так она выглядит с другого ракурса, вот так с третьего, а вот так с четвертого. И, опять же, для тех, кто не в курсе, Земс Дизайн это готовый дизайн, где я заказчику отдаю просто рендеры по тем помещениям, которые у него есть, без адаптации к его квартире. То есть, независимо, какая у него кухня, я отдаю вот такие рендеры. Если у него есть кухня-гостиная, я отдаю вот такие рендеры и так далее. А самое главное, я отдаю заказчику полный список материалов, из чего все это состоит. Туда входит все, обои, вот эти рейки, картины, даже шторы, тюль, естественно, также туда входят зеркала, чистовая электрика, все освещение, включая трековое. Также туда входят вот такие декоративные элементы, весь вот этот цвет, вся вот эта мебель, напольное покрытие, плинтуса, двери, краска для обоев, в конце концов. То есть, абсолютно все, что вы видите на изображениях. И этот земсдизайн будет готов уже в феврале 2024, максимум в марте. И все заказчики, которые уже успели записаться ко мне на проект, получат этот дизайн абсолютно бесплатно. И также, любой из вас, кто запишется до нового года, даже если сам замер будет после нового года, также получит земсдизайн абсолютно бесплатно. То есть, получит подробнейший список материалов, которые нужно купить, чтобы эта картинка стала реальностью. То есть, говоря простыми словами, записывайтесь до нового года, и да пребудет с вами красивая квартира без всякого вмешательства дизайнеров. И, забегая вперед, помимо того, что нужно разместить здесь заказчику, мне, заранее скажу, удастся разместить здесь еще и небольшую кладовую. И о ней заказчик тоже немножко где-то в тайне, в глубине души мечтает, но на самом деле никогда об этом не говорил, чтобы себя не расстраивать, потому что понимает, что даже из того, что он наговорил, здесь ничего не поместится. А на самом деле поместится, еще и влезет кладовая. Показываю, как я это делаю. Первым делом фигачу слой стяжки, а потом занимаюсь как раз той самой кладовой. Сразу объясню, почему я начинаю именно с нее. Потому что первым делом начинать нужно с санузлов, а их заказчику нужно всего два, а не три. Поэтому один будет вот здесь, другой будет вот здесь, а вот это место прекрасно подойдет для той самой кладовой, о которой заказчик даже не мечтал. И первым делом, естественно, ограничиваю ее габариты. А после этого формирую две вот таких вот конструкции. Одна позволяет выровнять вот эту стену в единую плоскость, а вторая позволяет скрыть вентиляцию и стояк канализации. Затем перехожу вот к этому участку и еще раз проверяю корректность расположения проема. Критерии здесь следующие. Во-первых, заказчик при входе в это помещение не должен втыкаться вот в этот угол. Во-вторых, вот эти плоскости должны совпадать, чтобы здесь я мог разместить дополнительную зону хранения. А самое главное, ширина вот этого участка должна быть не менее 60 см, что в результате после установки двери, которая чуть-чуть заузит этот проем, позволит мне здесь разместить полноценную зону хранения глубиной 60 см. Затем, после того, как все размеры меня устраивают, размещаю те самые зоны хранения, причем вот здесь 80-ю, вот здесь 60-ю, а вот здесь небольшой глубины дополнительную, чтобы полезно использовать каждый квадратный миллиметрик. Дальше, после того, как здесь меня опять же все устраивает, перехожу к следующему санузлу и первым делом покажу еще раз, как выглядела исходная планировка от застройщика. И особое внимание, обратите на вот этот участок, вот эта стена, у меня идет в той же плоскости, в которой шла стена от застройщика и дальше она у меня пойдет вот сюда. Да, это естественно логично и правильно, но, а вот то, по какой причине застройщик вот этому вот 157 уголью отдал еще и вот этот участок, у меня объяснений нет. И, естественно, я все это нахрен повторно сношу, а затем выставляю первую направляющую, которая идет строго по границам мокрой зоны и ни миллиметра не залезает вот в это помещение. Дальше, после этого я ставлю еще две направляющие по толщине вот этого вот несущего участка. Затем устанавливаю унитаз как можно ближе к стояку канализации, а затем рядом с ним размещаю раковину и стиральную сушильной машины. Затем, после этого я размещаю душевую, которая нужна заказчикам, причем таким образом, чтобы участок за унитазом имел ширину минимум 800 миллиметров. Дальше, после этого я выстраиваю стены помещения и еще раз обратите внимание, вот эту стену нужно выстраивать строго по толщине этой опорной конструкции, потому что если чуть-чуть сэкономить и сделать ее, например, вот такой вот, чуть-чуть потоньше, вот этот несущий стол перестанет играть роль отбортовки проема, и вот здесь придется выстраивать дополнительную отбортовку, а всю вот эту вот фигню придется долго и нудно облицовывать плиткой. Но, если выстроить вот здесь вот отбортовку, поползет вот эта вот грани, в результате стиральная машинка будет просто вытарчиваться в проем. И поэтому здесь ни в коем случае не стоит вот так вот экономить, и стену нужно выстраивать именно вот так. И в этом случае вот этот участок несущей стены будет частью этого проема, и вот эта вот плоскость будет формировать отбортовку того самого проема. Дальше, после того, как здесь все сходится, я выстраиваю вот такие вот две конструкции. Одна, опять же, позволяет выровнять стены от застройщика и привести их в более-менее нормальный вид, а вторая позволяет скрыть инсталляцию унитаза и разместить узел приема воды. Дальше, после этого на свободной стене я, естественно, размещаю полотенцесушитель, а после этого перехожу к следующим помещениям. И следующим шагом я, естественно, обустраиваю еще один санузел, но не сразу, а обеспечив проход вот в это вот помещение. И заранее, забегая вперед, скажу, что еще и вот в это помещение. И для этого от несущего столба я откладываю ровно метр десять, потому что идеальная ширина коридора именно такая, она составляет метр десять. Запомните эту цифру. Дальше, после того, как вот этот размер меня устраивает и все направляющие я уже разместил, а коммуникации находятся внутри санузла, я еще не спешу выстраивать стены, а первым делом размещаю унитаз. Причем, таким образом, чтобы он был максимально близко к стояку канализации. Дальше, после этого я размещаю большую раковину с двумя чашами, которая нужна заказчикам, чтобы дети утром не образовывали пробку, когда собираются в школу или институт. При этом ширина этой раковины, как видите, метр двадцать пять, что уже вполне достаточно для настоящей раковины с двумя чашами. То есть у каждого ребенка в момент умывания с утра будет примерно шестьдесят сантиметров. Дальше, после этого я размещаю ванну, которая также нужна заказчикам, но не вплотную к стене, а вот таким вот образом, чтобы между стеной и ванной было достаточно много места. Чуть позже поймете почему. И в результате вот такого размещения ванны я получаю здесь вот такой вот свободный участок. Уменьшать санузел я не могу, потому что тогда мне придется уменьшить раковину, которая нужна заказчикам. И очень многие проектировщики в такой ситуации теряются и начинают фигачить вот здесь такую горизонтальную плоскость, которая просто удлиняет эту ванну, но только не в мою смену. Я вместо этого всегда делаю вот так. Я просто выгрызаю у ванны вот такой вот участок и делаю здесь вот такую вот нишу для отдельного хозяйственного шкафа. При этом, обратите внимание, эту нишу я ни в коем случае не разворачиваю в сторону ванны, то есть иногда ее так делают, но размещают вот таким вот образом, чтобы доступ к этой нише был со стороны ванны. И делать так нельзя ни в коем случае, потому что, во-первых, нижняя часть никак не будет использоваться, а самое главное, туда постоянно будет затекать вода. Поэтому никогда так не делайте. И сразу же скажу, что да, доступ в эту нишу можно обеспечить и вот отсюда, но для ванны таких задач нет. Заказчикам нужен хозяйственный шкаф, а не дополнительная зона хранения внутри этого помещения. И кроме этого, ширина вот этого участка очень маленькая. И если сделать нишу с доступом вот отсюда, то после облицовки плиткой вот этих вот поверхностей, от этой ниши просто ничего не останется и пользоваться ей будет крайне неудобно. И поэтому я поступаю именно так и размещаю здесь вот такой вот P-образный участок для зоны хранения, а затем перехожу вот к этому участку. И вот здесь после установки вот этой фальш-стены, которая позволит не штробить несущую стену и проложить здесь все коммуникации, я думаю, вы догадались, для чего был зазор за ванной. Почему я ее отодвинул от стены, а не придвинул к ней вплотную. Получилось бы, да, на 5 сантиметров больше глубина вот этой ниши, но при этом пришлось бы штробить несущую стену под подводы вот этого вот смесителя. Делать так ни в коем случае нельзя. Дальше. Кроме этой фальш-стены я формирую еще вот такой вот короб, который также позволит скрыть инсталляцию унитаза, а также разместить здесь второй узел приема воды, хоть и маленький, потому что здесь все-таки вентиляция. Дальше. После этого я сразу размещаю вот здесь зону хранения, а затем перехожу к оставшейся части помещения. И здесь первым делом еще раз покажу планировку от застройщика. И особое внимание еще раз обратите на вот этот участок. И этот участок однозначно должен принадлежать вот этой вот комнате, но сделать так невозможно, потому что тогда вот эта комната будет проходной для доступа вот в это помещение. Но только не в мою смену. И сейчас я покажу, как немного подумав вот над этим участком, я сделаю так, что вот эта площадь, вот этот здоровенный кусок площадью почти 3 квадрата отойдет вот этому вот помещению. Причем это никоим образом не будет притеснять вот это и вот это помещение. И сейчас можете ради прикола поставить на паузу и попробовать угадать, как я это сделаю. Есть небольшая подсказка. Вот эта спальня, вот эта детская, это тоже детская. И вот здесь в этой спальне, помимо двухспальной кровати, будет еще и гардеробная. Я думаю, вы уже догадались, но на самом деле нихрена, конечно. Но надо же вам как-то польстить, что вы тоже разбираетесь в проектировании. В общем, показываю. Первым делом вот от этого несущего столба я отступаю 850 миллиметров. Это мне нужно, чтобы обеспечить доступ вот в это помещение не вот отсюда, где он был раньше, а прям вот отсюда. Дальше. После этого я размещаю здоровенную двухспальную кровать шириной метр семьдесят и две прикроватные тумбы. И дело за малым. Осталось разместить гардеробную, но перед этим я сначала размещаю телевизионную зону. При этом убеждаю, что между ней и кроватью проход ну минимум 50 сантиметров, а здесь, как видите, целых 80. И только после того, как меня здесь все устраивает, выстраиваю вот такие вот стены. И, как видите, вот здесь получается прекрасная гардеробная, в которую поместятся две прекрасных шестидесятых зоны хранения, а вот здесь еще можно будет разместить зеркало, чтобы заказчики могли на себя посмотреть. При этом спальня не стала какой-то кастрированной и урезанной, в ней вмещается абсолютно все, что нужно заказчику, а именно двухспальная кровать, две прикроватных тумбы и телевизионная зона. И при этом у заказчиков есть та самая гардеробная, которая им критично важна и которая они прям красным шрифтом прописывали в техническом задании. При этом, как видите, вход вот в это помещение магическим образом вот отсюда переехал вот сюда, и он здесь корректно и прекрасно себя чувствует. Но перед тем, как на радостях бросаться проектировать вот эти вот помещения, после того, как у меня большая часть этого пассианца вроде бы сошлась, я ни в коем случае не тороплюсь и возвращаюсь в спальню и делаю техническую работу. А для этого формирую вот такую вот фальш-стену с двумя нишами. Одна для радиатора, другая для бризера. Затем, после того, как в спальне меня абсолютно все устраивает, нифига не бегу в другие помещения и не стараюсь их спроектировать, а не забываю еще и разместить слой звукоизоляции. Причем не только за кроватью, но и в гардеробной, чтобы изолировать заказчиков от шума со стороны соседей, а соседи от шума со стороны заказчиков. И вот только после того, как я все это сделал, я уже перехожу к гардеробной, размещаю те самые две зоны хранения, и потом смотрю, что меня все устраивает, и только после этого перехожу вот сюда. И здесь, как видите, все абсолютно корректно, и здесь меня все устраивает, и поэтому сразу перехожу вот к этому помещению. А это, напомню, детское. При этом, напомню, мне нужно разместить здесь две детских. Одну для двух мальчиков, а другую для девочки. И очевидно, что двух детям нужно отдать детскую с двумя окнами. И поэтому первое, что я делаю, заранее прикидываю, что вот здесь будет детская двух мальчиков, и ограничиваю ее с помощью стены толщиной 150 мм, которая мне нужна для чего? Правильно, для того, чтобы обеспечить надлежащую звукоизоляцию между вот этой детской и вот этой вот детской. При этом, при продумывании вот этой стены, я, естественно, отталкиваюсь вот от этого проема, и стараюсь обеспечить вот здесь необходимую отбортовку, чтобы вот это вот обрамление дверного проема ни в коем случае не залезала на эту стену и с ней не конфликтовала. Дальше, после этого я размещаю двухспальную кровать, причем именно вот таким образом, потому что не забываю о том, что на двухспальную кровать нужно еще и как-то забираться, и для этого вот здесь вот нужно оставить место для небольшой лесенки. Затем, после этого я перехожу вот к этому участку, и здесь в первую очередь размещаю учебно-рабочее место, а также большую зону для хранения книг и учебников. Затем, сразу после этого я перехожу вот к этому участку, И здесь размещаю не только вот этот вот большой шкаф для одежды детей, но и небольшое учебно-рабочее место. Еще раз напомню, заказчику нужно два рабочих места, одно из которых будет большое и полноценное, а другое маленькое, всего лишь для одного ноутбука. И как видите, здесь они у меня прекрасно помещаются, а самое главное, помещается здоровенный шкаф глубиной 60 см, но при этом со скошенной секцией, чтобы дети, вбегая в комнату, ни в коем случае не втыкались в острый угол шкафа. Во взрослой комнате такое еще кое-как допустимо, и то я этого не люблю, но уж для детской грани обязательно нужно скашивать. Дорогие дизайнеры и проектировщики, пожалуйста, запомните, это называется эргономика и сохранность лба и мизинца детей-заказчиков. Дальше, сразу после этого я выстраиваю вот такую вот стену толщиной, напомню, ровно 150 мм, потому что звукоизоляция между детскими критично важна. Также, обратите внимание вот на этот вот ход. Изначально я задавал направляющие по толщине вот этого вот несущего столба, но эту толщину я перетянул только на вот этот участок, а вот здесь, в этом участке я уменьшил толщину стены на целых 5 см, потому что 150 толщины, напомню, хватает для нормальной звукоизоляции, и делать эту стену в тупую по толщине несущего столба, которая обычно, ну, примерно 22 см толщиной, нет ни малейшего смысла. Лучше сделать вот этот вот проход на 5-7 см шире, именно так и нужно делать. После этого я еще раз оглядываю эту детскую и делаю техническую работу, то есть формирую вот такую фальш-стену и делаю в ней две ниши для радиаторов и одну нишу для бризера, соответственно. Дальше, после этого я еще раз осматриваю детскую и перехожу к следующей детской. И первое, что мне нужно сделать, это понять габариты этого помещения. И первое, что я делаю, это, естественно, пробую срифмовать размеры этого помещения с вот этой вот плоскостью и толщиной вот этого несущего столба. Но при этом, прежде чем строить стены, я прикидываю, а какую ширину будет иметь та самая гостиная, сколько будет от дивана, который будет находиться вот здесь, до телевизора, который будет находиться вот здесь. И я понимаю, что 2 метра 14 сантиметров мне достаточно мало для этой цели, и у меня опять получится гостиная, как у застройщика. И поэтому перемещаюсь вот к этому проему, смотрю на его откос и фигачу стенку вот таким вот образом, буквально в 5 сантиметрах от откоса, чтобы обрамление проема и вот эта вот стенка не конфликтовали между собой. При этом, обратите внимание, направляющие опять располагаю на расстоянии 150 миллиметров друг от друга, потому что звукоизоляция между вот этим и этим помещением не менее важна, чем другая звукоизоляция между другими жилыми помещениями. После этого я еще раз смотрю сверху, что у меня получается, и фигачу вот такие вот стены детской, и сразу формирую вот такой проем с отбортовкой в 100 миллиметров и шириной 800 миллиметров. Затем, после этого я начинаю вот от этого прямого угла, и в нем в первую очередь размещаю шкаф для одежды, а у девочки ее достаточно много, поэтому шкаф нужен достаточно большой. Но при этом, опять же напомню, не жадничаю, потому что помимо шкафа на этой стенке мне нужно разместить еще и выключатель, который должен располагаться со стороны дверной ручки. То есть дверь будет открываться вот сюда, а выключатель соответственно должен располагаться вот здесь, и именно для него я оставляю вот такой вот достаточно широкий участок. Дальше, после этого перехожу вот к этой стене, и здесь в первую очередь устанавливаю кровать, а затем отдельное место для хранения книг и учебников у девочки, их тоже много. Затем, делая техники, напротив этого участка я, естественно, размещаю учебно-рабочее место, а также телевизионную зону с дополнительной зоной хранения. После этого, естественно, выполняю техническую работу и формирую вот такую фальш-стену, а для чего? Вот это и эта ниша, вы, я думаю, уже догадались. Вот это маленькая для бризера, а вот это большая для радиатора, все правильно. Дальше, после этого еще раз осматриваю помещение, и здесь меня абсолютно все устраивает. Я вижу, что даже при выдвинутом стуле вот здесь можно корректно и спокойно пройти, и для девочки это вполне себе достаточно уютная маленькая комнатка. И после этого со спокойной душой, естественно, перехожу вот к этой кухне-гостиной. Вот здесь, как видите, у меня значительно больше места, чем у застройщика, и это правильно. Именно так и нужно заказчику. Но не тороплюсь переходить к этому участку и первым делом прикидываю, а сколько мне нужно места, чтобы дети и взрослые могли разойтись вот в этом вот проходе. Не буду же я отдавать всю вот эту ширину для вот этого прохода. При этом, да, мне нужно сохранить пространство между вот этой гостиной и вот этой кухней, не сильно его зажимать. Но, напомню заказчику, нужна еще и барная зона, и поэтому я понимаю, что для того, чтобы ее здесь разместить, вот здесь я буду выстраивать вот такую конструкцию, а вот здесь мне нужен проход. И вспоминаю, сколько нужно, чтобы взрослый человек и бегущий детеныш могли корректно разойтись, и откладываю те самые метр-двадцать, не девяносто сантиметров, а метр-двадцать, для того, чтобы обеспечить вот здесь максимально широкий проход. Затем, в оставшемся участке фигачу вот такой вот участок, а над ним еще и вот такой, и вот этот участок позволит разместить мне ту самую барную зону, а вот этот участок позволит обеспечить над ним такую приятную, уютную подсветку. Дальше, после этого перехожу вот к этому участку, и первым делом, естественно, выравниваю стены от застройщика, компенсирую вот эти вот несущие столбы, а также формирую вот такую фальш-стену с нишей для радиатора. Затем, сразу после этого, вот здесь, в этом участке, размещаю вот такую вот здоровенную кухню, и как видите, здесь все прекрасно помещается, и нет никакой надобности делать эту кухню угловой. А почему? А потому что здесь прекрасно помещается и холодильник, и микроволновка с духовкой в колонне, которые нужны заказчику, и варочная панель, и расстояние, чтобы не забрызгивать маслом вот эту поверхность и не нагревать ее, и мойка, и достаточный участок, который более чем метр двадцать для того, чтобы разместить там основную зону готовки. Ну и кроме этого, здесь есть еще и вот такие вот дополнительные верхние модули, то есть это кухня в потолок, и здесь я размещаю еще одну дополнительную зону хранения. Затем, после этого, перехожу вот к этому участку, и здесь, в первую очередь, размещаю, конечно же, тот самый обеденный стол, за которым в любой момент времени могут сесть четыре человека, ничего не передвигая и не отодвигая, а при желании и необходимости за этим столом вполне смогут разместиться шесть человек. И это, напомню, одно из ключевых требований заказчика, обеденный стол на шесть человек, но при этом эти шесть человек не всегда одновременно обедают за этим столом, и поэтому в этом случае я его размещаю именно так, хотя размеры кухни вполне позволяют разместить его вот так на постоянку и вообще ни о чем не заморачиваться. Дальше, после этого, вот на этой стене я размещаю телевизор, который будет удобно смотреть и тому, кто готовит, и тому, кто находится за обеденным столом. Хотя, когда я ем, я глух и нем, но все-таки считаю, что в кухне телевизор размещать нужно обязательно, потому что если его не разместить, а заказчики будут продавать эту квартиру, отсутствие телевизоров обычно становится предметом торга, типа нам здесь нужно переделывать всю электрику, опять штробить стены, чтобы вот здесь повесить телевизор. И поэтому, даже если заказчики никогда его не повесят, электроточки для него я здесь обязательно предусмотрю. Причем подведу к нему витую пару обязательно, потому что это уже стандарт для размещения телевизора. Дальше, после того, как в кухне меня абсолютно все устраивает, я перехожу вот к этой несчастной гостиной. Теперь она уже, да, счастливая, но до этого была очень несчастной. Еще раз напомню, выглядела она вот таким вот образом, и теперь смотрите, что я из нее сделаю. И первым делом я начинаю с технической работы и формирую вот такую вот фальшстену с нишей для радиатора. Затем, после этого, вот в этом участке я размещаю вот такой вот здоровенный диван. И ширина этого дивана составляет целых 2,30, это достаточно большой диван. Затем, после этого я перехожу вот к этому участку, формирую вот эту стену, а самое главное, смещаю проем вот в эту сторону, потому что вот здесь, напомню, мне предстоит еще разместить небольшую семейную библиотеку. И для этого я смещаю проем таким образом, то есть увеличиваю вот эту вот бортовку, чтобы ширина вот здесь составляла ровно 55 сантиметров, а затем вот в этом участке размещаю вот такую вот телевизионную зону с вот такой вот дополнительной зоной для хранения книг. Причем заказчик вправе расширить эту зону аж вот досюда, и ни в коем случае не будет притеснять телевизор, но рассчитывая количество книг, которые у него есть, я все-таки делаю вот такой вот двухстворчатый шкаф, потому что больше заказчику для того количества книг, которые у него есть, просто не нужно. Дальше, естественно, размещаю здоровенный телевизор и еще раз оглядываю территорию сверху. Здесь меня все устраивает, и теперь между телевизором и человеком, который сидит на диване, будет примерно метр шестьдесят пять, и человек, который сидит на диване, теперь не будет биться коленками вот в этот вот экран. Дальше, после этого я перехожу вот к этому участку, и первым делом вот здесь размещаю раздевалку быстрого доступа, а также макияжную зону. Еще раз осматриваю прихожую, затем осматриваю всю квартиру целиком, и прорабатываю схему открывания дверей. В первую очередь размещаю дверь в санузел и в кладовую, затем размещаю дверь в детскую девочке, затем дверь во второй санузел, дверь в детскую мальчиков, затем дверь в спальню, и при этом проверяю, что ни одна из дверей не конфликтует друг с другом или с какими-то предметами интерьера. Затем после этого еще раз осматриваю проект и убеждаю, что плитка разложена корректно, на ней нет никаких узких подрезок и огрызков, при этом все двери корректно открываются, все, что нужно заказчику вот здесь размещено, и на этом успокаиваюсь и показываю эту трехмерную модель заказчику. Но ни в коем случае не подумайте, что вот это вот проект. Проектирование начинается после того, как я все это рассказал, и представляет оно собой многодневную, кропотливую работу по описанию всего этого и превращение в схемы, чертежи и пошаговую инструкцию, чтобы мастера ни в коем случае не накосячили и отстроили все стены именно в таком виде, как я их задумал. И вот по факту то, что я сделал, это 10% работы, а остальные 90% начинаются после этого, и как раз они называются настоящим проектированием. Но это уже совсем другая история, а сейчас закончу на привычной оптимистичной ноте. Почаще покупайте вот такие квартиры, вот с такими планировками, а самое главное, почаще обращайтесь к дизайнерам, тогда я точно без работы не останусь, а с вами был вот этот вот еб***й динозаврик и Алексей Земсков. До новых встреч! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok